Привет, друзья! Я тут нежусь на солнышке, потому что по-другому не могу! Я это видео должна была снимать сразу же после первой книжки Фантома. У меня дистиллированная вода для мухоловок, вообще-то вот такого размера. Они пьют только дистиллированную воду, которая продается на заправке, поэтому, чтобы я не забывала, Ваня мне такую бадю привозит. Отличная просто история, а я еще не успела поздороваться уже про дистиллированную воду, которая никому не интересна. В общем, я это видео должна была снимать сразу же после первой книги Фантома, «Монах из мохи», влог, где я читаю акул, вторую книжку, которую они мне прислали, но оказалась между ними целая недельная пауза, потому что я заболела. Сегодня я доковыляла, сдала тест, так что завтра, возможно, мы с вами выйдем на свободу. Если все сложится хорошо, акулы увидят, возможно, свет, подышат воздухом на улице. Если нет, они будут в моей холостяцкой берлоге вместе со мной и с вами. Кстати, о прошлом ролике с кофе я так кривилась и плевалась, когда пробовала, вот я уже забыла, как он называется, кофе поверх ломтика лайма, что вот пристрастилась, сейчас тоже пью. Джифсик, скажи, скажи, давай, скажи, скажи. Как я вовремя начала читать эти книжки, когда наконец-то спустя три месяца облачности выглянуло солнце, и можно сделать вот такие красивые кадры, и вас всех ослепить. Бам! Пускаю вам солнечных зайчиков. Ну что, прочла я 63 страницы. Вроде как всего лишь по ощущениям минут 20 читаю, а уже столько прям прочитала. В общем, здесь рассказывается о семье, которая переехала с острова на Гавайях, потому что у них там не было больше работы, закрыли плантацию сахарного тростника, к чему я заикаюсь, где они работали, и им пришлось переехать на более такой развитый городской, скажем так, остров к своим родственникам. И в семье этой есть одарённый ребёнок, которого, знаете, коснулась рука богов, духов каких-то, и у него какие-то очень хорошие отношения с животными, и проявился дар лечения людей. Здесь была, кстати, одна вот такая волнительная сцена, когда этот мальчик упал за борт, и семья его стоит на этом корабле, и смотрит, как вокруг этого ребёнка собираются акулы. Блин, мне было так страшно, у меня аж самой что-то внутри сжалось. И мать прыгнула в воду, поплыла к акулам, вот это действительно материнское такое бесстрашие всемогущество, и увидела, как акула нежно взяла сына и поплыла к ней навстречу, чтобы сына передать. И вот непокалеченного отдала ей. Мне вообще страшно, странно себе это представлять, как акула с острыми лезвиями, которая ещё там в 5 миллионов рядов у неё, могла не нанести вообще никакого увечья ребёнку, и могла взять его настолько нежно, чтобы удерживать в пасте, когда там течением, да, волнами его там колыхает в этой пасте по зубам, и доплыть к матери, чтобы его передать. Я, честно говоря, думала, что в итоге она доплывёт с одним пальцем каким-то, с одной рукой торчащей, потому что этого ребёнка там расколошматит у неё в пасте. Но нет, всё обошлось, ребёнок жив-здоров, и все поняли, что он такой, да, одарённый, отмеченный. И, я так понимаю, дальше мы будем читать о том, как будет развиваться его жизнь, как он, не знаю, Гавайи спасёт, вылечит всех, кого только можно вылечить на Гавайях, что-то вот подобное. Как я и предвкушала пока, островная книга с экзотикой, колоритом, магическим реализмом, как я хотела, но, опять же, ещё рано судить, всего 63 страницы, так что читаем дальше. Дживсик, там для тебя ничего нету в посылке. Там только одна книжка. Дживсик, там нету для тебя ничего в посылке. Наконец-то, друзья, наконец-то! У меня появилась возможность распаковать книгу от, кого бы вы думали, от Айшат. Это вообще какая-то мистика на самом деле, потому что месяца два назад я проснулась утром с мыслью, что я ужасно соскучилась по Айшат, и вот уже два месяца я каждый день смотрю её видео, они у меня на фоне стоят, я под них завтракаю, обедаю, засыпаю, делаю, готовлюсь к видео, в общем, всё под них делаю. И тут мне пишет Айшат, что она читает книжку, подумала, что мне эта книжка понравится и захотела мне её подарить. И вот, букинист, у которого она её нашла, мне отправил. Я её хотела сразу же тут же распаковать, но у меня пропал голос из-за этой небезызвестной болезни, и я вот просто пять дней мариновалась, смотрела на эту книжку, на эту посылку и не знала, что там. Я так и не отгадала, мы с Айшат играли в весёлую угадайку, может быть, получится у вас. Значит, она читала книгу, такую своего рода биографию, но я так поняла, не совсем биографию, какого-то человека, который к тому же ещё и любил Пруста, поэтому там очень много отсылок к Прусту, каких-то там комментариев, сравнений с персонажами Пруста и так далее. Вот, я сидела и думала, чья же это могла быть биография, мне вообще в голову ни одного человека не приходит, кто мог бы быть интересен мне, и при этом ещё и бонусом к тому же любить Пруста. Я всех писателей со своих полок Айшат переназывала, ничего не подошло, так что если у вас были какие-то догадки или есть догадки, пишите в комментариях, может кто-то оказался сообразительнее. Ну, в общем, мои фейлы с отгадыванием меня уже настолько раздразнили, мне теперь так интересно. А, ещё важный момент, это бухинистика. Дневник. Чей дневник? Чей это может быть дневник? Дневник. Просто дневник пока что. Хорошо, у меня есть ещё время подумать. Она из Снин! Я думала про Генри Миллера, но потом подумала, с чего бы Айшат искала букинистику, биографию Генри Миллера, если ей не прям уж так сильно и понравился тропик рака. А это же она из Снин! Блин, я была близка. Это, конечно, не засчитывается, потому что я никому об этом не говорила и нигде это не записывала, но, блин, я была близка. Теперь очень стало интересно, особенно интригует как раз то, что она из Снин я практически не знаю. Так что это теперь потенциально может быть интересующий, по крайней мере, меня человек, заинтересующий, которого мне потом захочется читать ещё больше и который пополнит копилку клёвых людей, которую я, кстати, бы без Айшат и вряд ли узнала. Так что подарок, мне кажется, очень прям темный, потому что, ну, потому что если бы не Айшат, то, наверное, и никто меня бы с ней не познакомил. Просто посмотрите, сколько марок. Блин, я знаю, что во французских именах и фамилиях всё на последний слог, и надо Анаис Нин говорить, но я как привыкла ещё 10 лет назад, Анаис. Так вот я и не могу отвыкнуть, и, скорее всего, не отвыкну, так что не обращайте внимания. Ну и немножко перед сном почитаем. Я уже пересидела во всех углах своей комнаты, уже тошно и от кровати, и от кресла, и от стула посижу на полу, на сквознячке. Здесь я ещё за недельку эту не сидела. Последнее на сегодня подключение перед сном. Я прочла, кстати, ровно 200 страниц, и если завтра придёт положительный тест, чего не произойдёт, тест будет отрицательный, и завтра я буду жить своей лучшей жизнью вдали от этой комнаты. Но если тест придёт положительный, то я, может быть, даже успею дочитать книжку. И это, на самом деле, немножко не то, чего я ожидала. Я ожидала что-то такое колоритное, экзотическое, с магическим реализмом типа Маркиса, или типа широты тягот Шубханги Сваруб, которую я в декабре прочитала. То, что это такое очень природное, где много природы, островов, где язычество, какие-то духи, религия. Это непривычное нам, вот что-то вот такое. А здесь, на самом деле, герои все быстро переехали на континент, в Штаты. Там вот живут, учатся, работают, поэтому колорит как таковой пропал. И вместо сказочности в этой истории на первом плане семейные отношения, на самом-то деле. Такие вот настоящие тяжёлые семейные отношения. И история о том, как стремительно разрушается семья, когда есть какой-то особенный ребёнок. И вот эту книжку я бы вообще советовала читать тем, у кого два плюс ребёнка, особенно если один из них с какой-то стороны особенный. Либо он требует к себе больше внимания, чем другие дети, либо он просто очень успешный, такой суперумный, его хочется всегда хвалить, ставить всем в пример и так далее. То есть, когда какой-то ребёнок чем-то выделяется. Это на самом деле очень сложно сохранять баланс между ребёнком, которым, допустим, гордишься, да, которого хочешь поощрять, и другими детьми, которые, скажем так, на его фоне немножко что-ли меркнут, я бы сказала. В общем, здесь вот та самая ситуация, очень такая тяжёлая, двоякая. С одной стороны, это бремя, да, ответственности и особенности, которые на ребёнка возложили от рождения. Он этого не просил, но у него есть какие-то волшебные силы, которые он обязан, по сути, использовать, и за которые его все любят и уважают. И, опять же, вот бремя ненужности остальных детей, которые теперь вынуждены всю жизнь соревноваться, бороться с этим мальчиком за внимание, хотя бы за одно доброе слово родителей, которые как-то, может быть, по недомыслию, может быть, по невнимательности, да, вот как-то не додают остальным детям. И это очень сильно сказывается на семейных отношениях. В общем, опять же, книга такая суперсемейная. Чего бы я не сказала вот про книгу с такой обложкой, книга о действии, которая происходит в Гавайях, я думала, будет супер-мега-пупер колорит. А получилось кое-что совсем другое, мрачная довольно вещь, прям такая, знаете, она прям затягивает как-то, как-то такая вот, как вот такая тёмная обложка, как тёмные островки моря, где очень большая глубина вот тебя туда засасывает в эту какую-то, не знаю, безысходность, и то, как катятся отношения просто с горы этой семьи, и проблемы, и недоговорённости, и обиды накапливаются, как этот снежный ком. И с каждой страницей становится всё грустнее, потому что с каждой страницей всё дальше и дальше, нормальное, тёплое семейное отношение, которое могли бы быть. В принципе, вот, вот такая книга, больше в сюжет вдаваться не буду. Если вас заинтересовала тема, хватайте, читайте. А завтра, может, мы с вами завтра и не увидимся, потому что мне придёт отрицательный тест, и я пойду жить своей лучшей жизнью. А пока замёрзла попа. Всё, ой, спокойной ночи. Вот же ж дерьмо! У меня положительный тест. Поэтому, пожалуй, я надену маску, чтобы вас не заразить. Мне уже спустили по лебёдке букеты в мою комнату. Подарки, поэтому можно, в принципе, жить. Вот так вот. Поэтому продолжим с вами читать. Может быть, сегодня что-то закажем. И поедим с социальной дистанцией в разных концах комнаты. Может, поедем в парк. В масках хотя бы погуляем. Я почему настолько осторожна? В прошлый раз я заразила Ваню на 12-й или 13-й день карантина. Когда, ну, как бы уже все были уверены, что всё, я не заразна. Типа, блин, чё уже вот это выделываться? Поэтому, конечно, было очень обидно, что я сидела всё это время в комнате 8 дней без вылазна. Ваня за мной убирал, мыл посуду, мне готовил, чтобы я там бациллы по квартире не разносила. А в итоге уже, когда осталось, ну, совсем чуть-чуть, дождаться негативного теста, я его заражу. Поэтому беру всю свою силу воли в кулак и продолжаю сидеть в комнате. И так, мне кажется, чудо, что омикрон, который там в 7 раз быстрее распространяется, до сих пор Ваню не зацепил. Так что продолжим творить чудеса, как и главный герой этой книги, которую мы сегодня с вами будем читать. У меня прям очень голубое, да, голубой влог такой. Бирюзово-голубой. Во, вообще супер. Надо превьюшку сделать такую, очень красиво будет. Подождите. Субтитры подогнал «Симон» «Симон» Вот, смотрите, что мне Ваня подарил. О, футболка с клеем. Кто бы мог подумать, что такое выпустит. Я думала, будут только одни с Ван Гогом и Климтом всю оставшуюся жизнь в магазинах. Но нет, спасибо всем, кстати, зрителям, кто мне писал про эту коллекцию в Pull&Bear. Иначе я бы ее точно прошляпила, потому что уже вот два месяца не хожу по магазинам, поэтому я бы ее и не заметила. О, какая красота! Скорее бы весна и на улицу, чтобы надеть ее и щеголять. Чтение книги, где много сносок. Be like! Бей лайк! Я с этой болезнью совсем забыла, что у меня уже довольно-таки давно, ожидая съемки видео, лежат свечи собственного производства от Ольги. Ольга хотела у меня купить рекламу своих свечей, потому что это ее там любимое хобби, она в него вкладывает очень много финансов, времени и любви. А бороться с крупными корпорациями сложно. Но я всегда люблю людей, которые пытаются бороться с крупными корпорациями и заниматься тем, что им нравится. Поэтому мы с вами поддержим Ольгу просто так. Так, я сейчас опробую ее свечи. Если они клевые действительно, то я вам сразу же сообщу. И вы можете теперь свои деньги вкладывать не в пополнение кошельков богатеньких и так миллионеров, а в помощь, да, в поддержку таких же людей, как и мы с вами. Заповеди свечи Люба. Я их знаю наизусть, поэтому мне читать не надо. Смотрите, как красиво. Мармеладки. Милейшество. И полакомиться, и свечи попалить. Так. Ой, какая красота. Вот большие крупные корпорации сделают вам так с любовью. Я думаю, нет. Так, ну что, распаковала я три чудесных баночки. Первая это Мунфлауэр. Лунный цветок. Ммм, он пахнет жасмином. Нет, даже он пахнет вот прям свежей зеленью. Очень вкусный запах. Такой, какой-то прям свежескошенный, какой-то лимонной травы. Дальше Fairy Forest. Сказочный лес. Блин, все запахи какие-то такие знакомые. Вертится вот на языке, на кончике носа. И невозможно определить, что это. Тоже очень интересный, как роза. Роза с чем-то еще. Интересно. А это? О, это ванильный десерт. Ммм, это ваниль с такой горчинкой. Какой-то такой, что ли, ромовой, да? Ну давайте ваниль тогда не сейчас. Довольно понятный запах. Давайте вот мне, меня очень заинтриговал Moon Flower. Я только сегодня пылесосила. Все. Понес свое логово. Приступим. Ну все. Я пошла за пылесосом. Дживс, ты хоть стружку не ешь. Ой, какой мальчик. Анбоксинг, который мы заслужили. Давай еще лапами разнеси по всей комнате, Дживс. Кто нацеплял на свои клешики стружку? Ой, я не могу с тебя. Ищет. Что же там еще интересного? Все, ничего, Дживс, уже не осталось. Ты все раскидал, что мог. Ну слушайте, видимо, Дживс решил, что мне было очень скучно читать весь день книжки. Он решил меня развлечь. Спасибо огромное. Мне нравится, что я убираю, а он стоял в дверях и наблюдал за мной. Помогай давай. Да, ты. У тебя тоже метелочки есть. Вот одна метелочка. Вот вторая метелочка. А вот еще две вспомогательные метелочки. И вот главное метелище. Иди, давай, правильно. Сегодня весь день провела, походу, за этим столом. Это лучше. Обычно я весь день провожу в кровати. Так, я прочла 279 страниц. И вот, кстати, в тегах часто бывает вопрос, по крайней мере, из тех, которые я проходила, заглядываете ли вы в конец книжки. И я всегда так искренне возмущаюсь. Не то чтобы возмущаюсь, а скорее спрашиваю, кто заглядывает в конец книжки, зачем, почему, какая бы для этого есть причина. А сейчас вот я поняла моменты, когда я заглядываю не в конец, а именно дальше, в книжку. И вот один из моментов, это когда мне нравится какой-то персонаж, но в книге есть какие-то знаки того, что его, скорее всего, дальше не будет. Либо он там умер, либо он куда-то уехал, либо его как-то линия закончилась, логически завершилась, либо вот что-то типа такого. И вот мне отчаянно всегда хочется, я не могу удержаться, пролистать оставшиеся страницы, чтобы выхватить, возможно, его имя и понять, что он всё-таки объявится в книге. А вот с Прустом у меня такое бывает, потому что мне там парочку героев очень сильно нравятся, но там они часто меняются, акценты смещаются, и некоторые герои надолго пропадают, к моему сожалению. Вот сейчас тоже один из персонажей, как бы линия одного из персонажей, ну как бы так, обрывается, он исчезает, и мне хочется, чтобы он вернулся. Я листаю книжку, каждый раз, знаете, вот так. И смотрю, есть ли его имя там дальше или нет. Вот. Это по поводу книжки. Очень всё понятно, конечно. По поводу свечи. Она горит уже где-то, я думаю, час, ну может быть минут сорок, так что можно делать какие-то выводы. Она не пахнет на всю комнату, как и все, в принципе, свечи, которые я покупала, вот кроме Вудвика, опять же. Вудвик очень ярко пахнет, некоторые свечи даже чувствуются на другом этаже. Квартиры, когда я их палю, то есть прямо у некоторых очень яркий аромат. Если он тяжёлый, если объём, как бы площадь баночки широкая, да, вот лодки очень сильно пахнут. Вот такие. Я так понимаю, да, потому что аромат распространяется прям вот сильно капитально. А вот такие маленькие ёмкости, они пахнут не так сильно, прям вот местечково, только за столом она ощущается. Для кого-то это, кстати, плюс. Но мне очень понравился этот запах. Это запах цветочного магазина, да, в который вот ты заходишь с улицы и там, на которой смешаны запахи выхлопных газов и ближайшей шаурмичной. И тебя вот прям ударяет вот этой свежестью, такой цветочной. Розы, листья, вот это всё ещё в такой прохладе, оно так, запах этот раскрывается. Вот очень мне нравится этот аромат. Так что, если будете заказывать свечи у Оли, то обязательно его попробуйте. Кстати, свечу я недооценила. Она горит уже полтора часа и распахлась намного больше на всю комнату прям. Так что, Оля, свечи супер. Это было сильно. Книжка сползла и давит на горло. Я честно признаюсь, практически половину книги я была к ней, ну, скажем так, равнодушна. Думала, ну, дочитаю, окей. А потом как прощёлкнула. Клёвая история. Сначала мне казалось, что это просто такая, ну, обычная семейная история. Но потом туда начали подключаться другие темы и прям переполнился этой книгой. Очень я люблю, вот, в принципе, не только я, да, тенденции последних лет показывают, что все как-то полюбили и, может быть, истосковались по вот этой, по историям, да, каких-то народов малых, каких-то племён, каких-то диких мест, которые под натиском индустриализации, да, капитализма начинают терять себя. Появляются деньги, как было в этой книге, да, написано «Деньги – новый наш Бог». Люди уезжают со островов, со своих мест, со своей родины, со своей земли, которую их предки взращивали, напитывали своим потом, кровью, трудом, да, и все переезжают в крупные города, да, все мечтают переехать в США. Вещи, машины, деньги, телефоны, а в этой книге земля, которая прям зовёт. Я, наверное, подробнее о ней ещё расскажу в прочитанном, хотя я довольно подробно весь этот влог о книжке рассказывала, но не хочется как-то его затягивать, делать слишком скучным, с рассуждением и длительными многословными о книге. Клёвая вещь. Клёвая. Вот. Увидимся с вами, друзья. Я буду отключаться. Пойду читать Гэлвинов. Здесь герои слышали голоса в голове. Гэлвины слышат голоса в голове, но немножко по-другому. Вот. Спасибо большое, что посмотрели. Всех и каждого обнимаю. Пока-пока. Не скучайте, не грустите, не болейте. Peace. Субтитры подогнал «Симон»!